Привет, друзья! Друзья, с вами Владимир Шемет. Сейчас мы с семьей находимся на отдыхе в отеле Альбатрос Акваблю, 4 звезды, в Шарм-эль-Шейхе. И мы сейчас с семьей идем на пляж для того, чтобы поплавать в этом прекрасном Красном море. Ну, заодно снимем какие-то видосики вам. Но, друзья, темой этого видео стоит вопрос туристов. Что же делать туристам? Ехать или не ехать на отдых в 2020 году, в 2021 году? В общем, в условиях пандемии, коронавируса и всей этой фигни, которая происходит в мире. Вот на эту тему, друзья, я и предлагаю поговорить вам именно в этом видео. Смотрите, значит, когда мы выезжали, вылетали в Египет, в Украине было обострение ситуации с коронавирусом. Больницы все забитые, больными, которые как бы вроде бы не больные на коронавирус, а не больные. В общем, ситуация не очень хорошая, конечно, но давайте так, значит, рассказываю суть. Если вы хотите поехать, если вы себя чувствуете нормально, то я не вижу ничего такого, чтобы останавливало вас от отдыха в Египте. Как это сделали и мы с семьей. Если вы чувствуете себя не очень, какая-то есть слабость, температура и тому подобное, друзья, В этом случае, естественно, я не могу рекомендовать вам поездку в Египет, а серьезно отнестись к своему здоровью и пройти тесты, проверки и тому подобное, друзья, чтобы понимать, что с вами. Потому что, смотрите, заболеть на отдыхе, это будет очень нехорошо. Но, как правило, заболевают не на отдыхе, а именно приезжают сюда уже заболевшие. Вероятность заболеть на отдыхе гораздо ниже, я так думаю, чем у нас дома. Но, тем не менее, все равно есть и эта вероятность. Из тех туристов, которые болели на отдыхе. Лично у меня таких туристов не было, но такие туристы были. И дело в том, что, друзья, в принципе, заболели они не на отдыхе, а, скорее всего, дома. Потому что есть инкубационный период. И он, насколько мне говорили некоторые люди, может быть там в течение 5-7 дней. Поэтому вот такая ситуация, что туристы могут как бы приехать, отдыхать, отдыхать, чувствовать себя хорошо. А потом, бац, и они заболели. То, скорее всего, заболели они не на отдыхе, а еще дома. А именно на отдыхе у них эти симптомы проявились. Поэтому, друзья, вы должны понимать эту ситуацию и сами принимать для себя решения. Лично мы с семьей, ну, у нас не было никаких страхов. Мы чувствовали себя прекрасно, когда отправлялись на отдых. И отдых у нас прошел тоже супер. То есть, вообще, отличная погода. Шикарное море, просто шикарное. Друзья, 30 градусов водичка. Это просто, ну, непередаваемое впечатление. Мы плавали, мы отдыхали в отеле. Отель, в котором мы отдыхали, Альбатрос Акваблю, 4 звезды, он был заполнен очень сильно. Ну, и сейчас он заполнен очень сильно. Примерно 85-90% это очень большая заполняемость. В отеле стараются придерживаться мер безопасности, вызванной пандемией. Есть дезинфекторы, персонал почти, почти, друзья, весь в масках, старается быть в масках. Значит, именно в самом ресторане от туристов маски не требовались, вообще нигде вообще от туристов маски не требовались, кроме трансфера. Вот в трансфере, в автобусе на пляж, значит, там просили, чтобы туристы одевали маски. В общественном транспорте, то есть такси, маршрутки тоже просят, чтобы туристы одевали маски. Собственно говоря, как бы, это, ну, кое-какие меры стараются придерживаться. Конечно, в Турции, в Турции с этим намного все серьезнее, чем в Египте, но Египет сам по себе, он не такой серьезный, как Турция. Друзья, ну, если вы боитесь лететь на отдых в Египет и думаете, когда же закончится эта пандемия, и вы тогда отправитесь на отдых. Ну, тут, друзья, я вас, скорее всего, сейчас разочарую, потому что пандемия из того, что я понимаю, из того, что я вижу, закончится очень, друзья, не скоро. Если кто-то надеется на вакцину, которую все время крутят по новостям, что есть вакцина, все там будет хорошо, всех проколят этой вакциной, и все, жизнь наладится. Друзья, давайте мы тогда послушаем одного известного доктора Комаровского, что он говорит по этой вакцине от коронавируса. Потому что я не медик, но я слушаю, смотрю и стараюсь воспринимать от специалистов в своей сфере. Я считаю, что Комаровский достаточно серьезный человек, которого, в принципе, можно слушать. Давайте посмотрим, что говорит об этом Комаровский. Ну, а теперь вакцинация. Понятно, что все хотят, чтобы это все поскорее закончилось, не вакцинация, а эпопея с коронавирусом. Поэтому к теме вакцинации, к клиническим испытаниям вакцин, к тому, что покупают вакцины, которых еще и нет за миллиарды долларов, вот приковано внимание всего человечества. Тем не менее, вот перед вами трекер вакцин, клинических испытаний вакцин на сегодня. Все тут как бы по этой картинке очевидно. Но вот там, где всегда был нолик, то есть нет вакцин, разрешенных к применению людей, теперь появилась долгожданная цифра 2. И вот здесь возникает сразу вопрос. Ну, как это вообще могло произойти? Откуда взялись две вакцины в столь короткое время? Ну, смотрите, реально, мы живем в августе месяце, да, об коронавирусе начали говорить, ну, в лучшем случае, в январе. То есть вот 8 месяцев и бабах, разрешенная к применению вакцина. Тем не менее, стандарт, среднее время разработки вакцин с нуля, это 10 лет. Значит, рекорд за все время, вот фактически с 1967 года, мировой рекорд, это вакцина от эпидемического паратита, ее сделали и одобрили за 4 года. Из последних вакцин, вакцина от Эболы, клинические испытания начались в 2014 году. И она одобрена была в конце 2019-го. То есть вот вам 5 лет, и это самое быстрое, что только можно было себе представить. И это потому, что, ну, просто реальная вспышка Эболы в Африке, надо что-то сделать. И вдруг, ба-бац, вот какие-то 8 месяцев. То есть сразу говорю, что речь идет о двух вакцинах. Россия объявила в августе, вот 11 августа, что они одобрили вакцину от коронавируса. И Китай. С Китаем ситуация такая. Там очень серьезный производитель вакцин Consinobiologics, он получил патент на ограниченное применение вакцины. Они ее начали применять в армии Китая. При этом Саудовская Аравия и Россия, а при этом Саудовская Аравия заявила о том, что она тоже берет на себя испытания этой вакцины китайской. И, скорее всего, участвовать в испытаниях этой вакцины будет Россия, Бразилия и Чили. Тем не менее, на что я хочу обратить внимание. Что при одобрении этих вакцин и российской, и китайской, по большому счету нарушены все стандарты цивилизованной современной медицины. То есть даже говорить о том, что вакцина прошла хоть в каком-то объеме адекватные клинические испытания, об этом говорить не приходится. Все еще впереди. То есть мы на сегодня имеем ситуацию с двумя глубоко недоношенными вакцинами. Глубоко недоношенными. Поэтому испытания продолжаются. Главное, на что я хочу обратить ваше внимание. Потому что здесь есть очень большой риск. Риск дискредитации всей вакцины о профилактике. Очень важно, чтобы эти вакцины все-таки, когда они будут кому-то предлагаться, предлагались исключительно на добровольной основе. Это очень-очень важно. Мы не утверждаем об этом даже разговоров нет, что это вакцины плохие. Это вакцины, которые на сегодня кот в мешке. Вылезет этот кот из мешка и окажется белым и пушистым, или окажется таки черным котом в непонятном мешке, об этом не знает никто. Есть ли шансы, что это эффективные, качественные вакцины? Однозначно есть. Но на сегодня должны проводиться испытания клинические, исключительно на добровольной основе. Если подобная вакцина будет кому-то навязываться, это криминал. Потому что при регистрации вакцины нарушены все возможные стандарты современной медицинской науки. Друзья, как вы видите, нормальной вакцины в ближайшее время не будет. А то, что будет, друзья, я не готов себе в организм запускать непонятно что. Потому что от этой вакцины, я как бы сомневаюсь в ней. То есть нормальная вакцина будет, грубо говоря, через 10 лет. Вы готовы ждать 10 лет для того, чтобы отправиться на отдых? Я лично нет. Потому и мы сейчас отлично отдохнули. Ну и еще предстоит, надеюсь, несколько поездок в зимнее время в Египет. Возможно еще в Шерм-эль-Шейх, возможно Фургада, возможно Марсалал. Так что, друзья, кто хочет, присоединяйтесь к нам. Естественно, я покажу вам самые интересные места, самые красивые коралловые рифы. У вас будет масса крутых впечатлений и эмоций от ваших поездок. Если у вас есть какие-то вопросы, друзья, пишите в комментариях под этим видео. Ну и если вы что-то хотите интересное рассказать, тоже пишите в комментариях под этим видео. Я обязательно почитаю. Ну и не забывайте поддержать мой канал, развитие моего канала. Прошу вас о помощи. Подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик. Ну и смотрите мои видео-обзоры, которые я стараюсь делать максимально объективными и полезными для вас, друзья. Для моих зрителей. Желаю всем позитива, добра, до новых встреч. Пока-пока.